Есть некоторые физиологические параметры, которые нужно тоже знать, чтобы выбрать себе обувь. А вот это то, о чем мы говорили, что когда человек лежит, он тоже должен лежать на поверхности, которая ему подходит. И другой совершенно исследователь, и исследователи, другая совершенно компания, реализовали это в материале Тинько. Кстати, материал, который по своим физиологическим параметрам подходит человеку по степени жесткости. Исследования проводили американцы, когда запускали человека в космос и обширку скафандра, думали делать из материала, похожего на пенополитана. Но они отказались от этой идеи, слишком дорогая, опять позаимствовали нашу русскую идею, дешевле это сделать. Но, значит, датчане, швейцарцы, реализовали ее, сделав матрасом. И вначале использовались они просто как матрасы, затем заметили о том, что этот материал вызывает улучшение самочувствия у людей, которые страдают дополнительным парадом. Ну, и, собственно говоря, в Европе очень распространенный матрас. Ну, дорогой. Очень дорогой. Интересны там его свойства. Это первый материал известный, который в такой широкой практике был распространен с свойством ньютоновской живкой стилии. То есть, чем вы сильнее давите, тем он сильнее давит на вас. То есть, жесткость этого материала меняется в зависимости от того, с какой скоростью вы мне удавите. И это не реализовано сейчас у других компаний, которые неизвестны мне, и я проверял, такого эффекта не возникает. Это модные сейчас материалы с так называемой памятью формы. То, что надавило, и форма восстанавливается не сразу. Просто параметры восстановления этой формы, скорость восстановления, они тоже должны иметь определенные границы. И быть вот такими. Это важно для человека. А не просто, как сейчас делаются, в эту пену дунули воздуха, да, сделают что-то и поддают по цене, похожей на эту. Какой я помню тебе. Ну, видите, здесь тот же слайд просто. Человек, который лежит на сене, заменен на человека, лежащего на этом матрасе. Я подчеркиваю, что ключевое здесь – это степень жесткости. И сейчас, кроме темпора, можно и другие материалы подобрать по реакции человек на эту опорную поверхность. И, как правило, это степень жесткости современных матрасов, наиболее мягких пенополиритоновых матрасов. Также наиболее мягкие латексные матрасы. Матрасы на пружинах не подходят по своим свойствам никак. То, что очень важно, и то, что придумал тоже человек с другого полушария нашей Земли, с Австралии. Вы видите, этот кап, и он акцентирует свое внимание на положении языка во рту и напряжении мышц жевательных вокруг зубов. И он использует эту технологию, в первую очередь, для того, чтобы правильно росли зубы у детей. Но он использовал и показывает значимость того, что это можно использовать для того, чтобы регулировать работу мышц шеи и тулыщи. Вот этот слайд показывает, как это делается. Ничего сложного. Мышцы у нас работают по принципам антагонизма. Если бицепс напрягается, то бицепс расслабляется. Хочется, если мы определенным образом напрягли язык, то шея у вас будет расслабляться. Мышцы, которые находятся сзади. Эти капы. Тренажеры. Они помогают правильную привычку выработать по поддержанию языка во рту. Он должен быть прижат к нему. Как здесь вы видите, верхняя часть спинка языка тоже должна быть прижатая. Все время быть у него. В логопедии есть такое упражнение «Гребок». Похоже на это. На этом слайде вы видите другие средства, которые можно использовать. Эти средства мы знаем по использованию в спорте. Например, синенькая. Вы видите ягодичные мышцы показаны и мышцы ротата глубокие. И вы видите, на этих людях есть такие черные пояса на тазе. Пояс фиксатор набедленный. И давайте вспомним, где это есть. Велосипедки. Стрейч. Те, которые утягивают. Что они делают? Да, они активируют эти мышцы к работе. Поэтому велосипедисты есть в них. Не только потому, что они улучшают сопротивление, они стрейч. Они вытягивают и активируют работу этих мышц. На практике это очень хорошо помогает людям. Не только тем, которые ходят и улучшают их работу забедренных суставов. Но и вообще работают мышцы ноги. Вы видите, что это тянется дальше вниз. Ну и эти мышцы входят в состав кинематических цепочек, которые распределяются по всему телу. Здесь я сакцентировал внимание на то, что именно это происходит в забедренных суставах. Вы видите, что на голенях тоже асимметрично одеты фиксаторы голени и шпецовые. Они помогают сближать кости голени. Помогают задний большебецовый и длинный голбецовый мышцам работать. Стопа от этого легче работает. Человек легче удерживает свое вартикальное положение. И автоматизм от льбы легче работает. А здесь вы видите, доктор проверяет в поликлинике, как одеты эти оздоровительные приспособления на ребенке с помощью фоксионного теста. Тест, который показывает, насколько симметрично работают мышцы. Вот здесь вы видите и капа лежит на стулчике, и стелька, и кроссовки, асикс. Да, асикс это те кроссовки, люди, которые их придумали, они тоже подошву подобрали оптимальную, подходящую по степени жесткости. Попробуйте это в эти уровни лодеста, в котором мы там используем. Ничего сложного. Простой, обычный тюнинг, но правильность это не жесткость. Если вы видите интересный стул, Z-образный стул, он устанавливает таз, когда вы сидите в то же положение, как и когда вы стоите. Мне, когда я стою, не требуется спинка для поддержания моей спины, просто только потому, что таз мой находится в правильном положении. Если я его изменяю на этот угол, то, соответственно, меняется тонус наших мышц, вот так им управляет нашу нервную систему. Эти можно легко использовать, их можно купить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова